Ежегодно 29 апреля по всему миру отмечается Международный День Танца. Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного Совета Танца. Станец – это не только самая возвышенная, самая волнующая из всех искусств, которая является отражением каких-то определенных составляющих жизни. Это – сама жизнь. Это также огромная непростая работа, требующая терпения, усилий и непомерного стремления. В нашем городе существует несколько танцевальных коллективов. У каждого свое направление. Коллектив «Орион» под руководством Ольги Седуновой существует уже более 20 лет. Танцами я стала заниматься с детства, но в «Сестро» я приехала в 2000 году и открыла свой коллектив, где я начинала работать в Доме культуры. В 2000 году я создала свой маленький, но дружный коллектив и назвала в честь созвездия «Орион». Танец для меня – это, наверное, жизнь, моя душа, мое сердце и моя любовь. Участница танцевального коллектива принимает участие в различных конкурсах, мероприятиях, где показывают свои таланты. Но конкурс – это, наверное, показатель того, что мы смогли сделать, чему мы научились. Для детей это, конечно, самое такое волнительное. Они переживают так же, как и мы. Но каждый конкурс, он разный. И волнение, и тревога, и у нас и слезы, и радость. И здесь же мы, я не знаю, бежим, быстро переодеваемся. Бывают такие разные ситуации, что, ну, кажется, все, но нет. Конечно, да, мы за участие тоже получали грамоты. Также были во многих конкурсах всероссийских, российских, на международном уровне. У нас есть и первые места, и вторые, и третье. И в районных, и областных, и в городских мы участвуем в конкурсах. Девчонки у меня молодцы, я ими горжусь. И, конечно же, большая вот удача в этих конкурсах приносит родители. Потому что они помогают мне во многом. И еще хочу сказать, что, наверное, в танце это также костюм. Я хочу поблагодарить тем самым Надежду Викторовну Щербакову, которая шьет нам эти костюмы. Спасибо большое. И надеюсь, что наши костюмы засияют еще ярче. Творческий путь танцевального коллектива «Орион» – это непрерывный поиск и эксперимент. Не изменяя своим сценическим принципам, коллектив все время стремится расширить границы репертуара, обращаясь в своих постановках к новым формам. Каждый, наверное, хореограф, да, он рассказывает, чуть-чуть отдает себя, и танцем показывает, что он чувствует в тот или иной год. Если посмотреть на наши танцы, да, вот, например, 2003 год, мы взяли с девочками на конкурс, ездили на международный, и у нас был последний танец, да, последний день, и там, наверное, что-то случилось, и я поставила именно такой. У нас был «Дети без слана», танец тоже такой, что вот какое-то переживание. А сейчас у нас, наверное, в душе детства, радость, весна, и у меня ставятся такие детские, эстрадные, и даже есть такие юмористические танцы. Да, но мы не будем унывать и думаем, что у нас в жизни будет все гладко, прекрасно, а дети у нас будут подрастать, возвращаться и приходить снова в Орион. Танец – это энергия, с которой мало что может сравниться. Каким бы он ни был, танцевальный номер на любом празднике или мероприятии – это всегда отличная идея и радость для зрителей. Занятие танцами помогло при поступлении в вузы воспитанницам тренера, а многие, уже бывшие участницы коллектива, приводят своих детей к Ольге Николаевне. Девочки, вот Соболева Екатерина, Шулина Дарья, Маргарита Ратникова, им что-то помогло, Власова Анастасия, которая сейчас работает у нас, театральный кружок ведет. Думаю, что да, но, к сожалению, вот нет у меня такого человечка, я еще пока не вырастила такого, чтобы заменил меня. Пришел такой, сказал, я буду вести за место вас. Я очень хочу, и надеюсь, что кто-то поймет, что танец – это его, что это душа, также будет болеть, переживать. Ну, а девчонки, тех, которые уже, они занимались столько лет, вернулись уже не девочки, а их маленькие девочки. Уланова Елена, ну, Нестерова Лена, сейчас она Уланова, она привела свою дочку. Многие, вот даже майоровые девочки когда-то ходили, они теперь ко мне вернулись, уже мамы приводят ко мне. Я очень благодарна родителям за доверие, за любовь к нашему вот такому искусству, большому танцу. И думаю, что будем растить так, чтобы была замена. В составе коллектива 60 человек, и, к сожалению, одни девочки разных возрастов, но они очень дружные и активные. Мне нравится тренер, я люблю танцевать. Для меня танец – это спортивные движения. Ну, хожу с трех с половиной к Ольге Николаевне. Ну, мне тут нравится коллектив, друзья, друзья приобрела. Нравится выезжать на конкурсы, ставить танцы. Когда у нас проходят совместные тренировки с маленькими, мы Ольге Николаевне помогаем собрать их и поставить так, как надо. Иногда у нас в танцевальном происходят так называемые дискотеки. На них мы пьем чай, кушаем. И мне нравится больше всего, когда мы поели и выходим в этот зал большой. И когда нам Ольга Николаевна включает музыку, и мы начинаем танцевать, писиться. Ну, кто что делает. Детский танец – это универсальный инструмент, преследующий образовательные, развивающие и воспитательные цели. Это как раз тот вид искусства, в котором обладение знаниями, умениями и навыками сочетается с развитием мышления, памяти и творческих способностей и украшается формированием этической и эстетической культуры. Я хочу поздравить всех-всех хореографов, а вернее тем, кто увлекается танцем. И девчонок своих, мой любимый коллектив, и также всех коллег, которые занимаются именно танцем. Ведь танец – это душа, танец – это любовь, танец – это частица нас, когда мы раздаем для детей. Наш коллективный отпуск благодарит всех с днем танца!